Масштабная передислокация воинских частей и боевой техники Вооруженных сил Российской Федерации к российско-украинской границе зафиксировали уже в Европе и США, об этом на условиях анонимности заявили официальные лица США, сообщает The Washington Post. Возобновление передвижения российских войск в этом районе произошло по мере того, как Кремль занял более жесткую позицию в отношении Украины. Российские официальные лица, начиная с президента Владимира Путина и ниже, в последние месяцы усилили свою риторику, нападая на связи Киева с Западом и даже ставя под сомнение его суверенитет. Путин предупредил, что любое расширение военной инфраструктуры НАТО на территории Украины представляет собой красную черту для Москвы, говорится в сообщении. В последние дни пользователи соцсетей обнародовали много видеороликов, подтверждающих передвижение российских военных эшелонов с большим количеством военной техники, включая танки и ракеты, двигающихся в сторону Украины. Американские эксперты утверждают, что это не учение, поскольку такая переброска войск не похожа на тренировки. Официальные лица в Соединенных Штатах и Европе начали замечать эти движения, особенно в последние недели, после того, как Россия завершила в середине сентября на своем западном фланге масштабные совместные военные учения с Беларусью, известные как Запад-2021. В частности, как свидетельствуют спутниковые снимки, части 41-й общевойсковой армии вооруженных сил РФ, обычно базирующиеся в сибирском городе Новосибирск, не вернулись в Сибирь после учений, а вместо этого соединились с другими российскими войсками у границы с Украиной. Также 1-я гвардейская танковая армия, базирующаяся под Москвой, перебрасывает личный состав и технику в сторону Украины. По оценке секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова, численность российских войск, развернутых вокруг украинской границы, составляет от 80 до 90 тысяч человек, не считая десятков тысяч размещенных в оккупированном Крыму, и эта цифра продолжает расти. Спасибо за просмотр. Всем мира и добра.